Вопрос к любопытным родителям подростков. Что такого вы обнаружили у своих детей, чего точно не хотели бы знать? Я отец двоих подростков. В один из выходных дней мы с женой валялись в постели и смотрели по телеку всякий мусор, когда наш младший сын, 11 лет, приходит и говорит, что его старший брат, 13 лет, смотрит порно на своем планшете. Мы позвали старшего сына, конечно, он все отрицал, поэтому мы попросили принести планшет. На тот момент он еще не освоил искусство просмотра страниц инкогнито или очистки истории браузера. Я покопался в планшете и, будь я проклят, он смотрит порно, что-то из аниме, что-то из грубых взрослых вещей. Но больше всего меня поразило порно с Кубиду, Фред, Велму, Шегги, мать твою, Дафну, групповуха, Велма с Дафной и так далее. В общем, моя жена вышла из комнаты, чтобы папа и его сын поговорили об этом. Я начал с обычного. Не ври, ты не можешь скрыть это от меня, в истории все сохраняется, мастурбировать это нормально, в частном порядке, конечно. Ты взрослеешь и бла-бла-бла. Мы закончили разговор, и я вернул ему планшет. Когда он отправился за дверь, его лицо было таким красным, он чуть не плакал, мне даже стало его немного жаль. Я все понимаю, даже с Кубиду, но на его планшете была куча порно с другими мультяшками. Надо сказать, что младший сын потом признался, что он пошутил. Он понятия не имел, что его старший брат на самом деле смотрит порно. В детстве оказалось, что где бы ты не спрятал свои вещи, твоя мать всегда найдет их. У меня была стопка журналов с обнаженкой, когда я был подростком, и я решил спрятать их в одном из своих гитарных футляров за гитарой. У моей матери не было абсолютно никаких причин открывать один из них, но она все равно нашла их и вела себя так, словно ничего не искала. Когда мы переезжали в новый дом, и все вещи были расставлены по местам, один из парней-грузчиков позвал меня, чтобы проверить счет на оплату. Он отвел меня в сторону, чтобы родители не слышали, и вручил мне пакет с травой, который выпал из тайника в моем столе, когда его выгружали. Спасибо, братан. Я воспитывал дочь как отец-одиночка. Я не шпионил за ней и не был слишком любопытным. Хуже всего для меня было то, что она росла рядом с моей мамой, которая является самым любопытным человеком из всех, кого я когда-либо встречал. Моя мама осталась одна и переехала к нам со своей собакой, когда моей дочери было 15 лет. Сейчас моей дочери уже за 20, она не живет с нами с тех пор, как уехала учиться в колледж. Но я до сих пор слышу от мамы, что у нее есть три разных вибратора, и поэтому она извращенка. Моя мама нашла кое-какие вещи, говорящие о том, что я парень Би. Она плакала и умоляла рассказать ей, почему я отвернулся от бога. Мой тайник был так глубоко в шкафу, что можно было выйти в долбанную нарнию, но она все равно нашла его. Там были картинки в стиле Яо, и я тогда был без ума от всего японского. Моя мама нашла мою анальную пробку с хвостом на полочке в ванной. Я ее помыла после использования и забыла там. Она ржала до колик в животе, когда швырнула ее мне. Я не родитель. Это случилось пару лет назад, когда я еще жила с мамой и отчимом. Моя сводная сестра раньше жила в моей комнате, но прошел почти год с тех пор, как она переехала. У меня был вибратор, который моя лучшая подруга купила мне в шутку, но вообще вещь полезная. В качестве подарка на день рождения. Я часто пользовалась им и прятала над ней ящика в своем шкафу, в куче шляп. Моя мама решила провести ревизию моего шкафа и нашла его, но почему-то подумала, что это вещь моей сводной сестры и забрала его. Я спросила ее, не брала ли она мой вибратор, и она была поражена тем, что я мастурбирую. И вообще собиралась отправить игрушку по почте обратно к моей сестре, никому ничего не сообщив. Вот так я испалилась. Добавлю. Я получила свой вибратор обратно, но вскоре выбросила его, потому что мысль о том, что моя мама знает, что я им пользую, слишком меня угнетала. Однажды я нашел носок в таком состоянии, что его можно было не только поставить у стены, но и подпереть им дверь. Я не родитель, но на мой 16-й день рождения моя подруга была у меня в гостях, и мы смотрели кино в моей комнате, просто отдыхали. В какой-то момент она попросила попить, и я пошел вниз на кухню, чтобы налить стакан воды. Спускаясь по лестнице, я встретил маму, которая спросила, нет ли у меня вещей, которые нужно постирать. Это обычный вопрос для большинства 16-летних парней. Но я сам стирал себе одежду с 14 лет, потому что мои родители часто уезжали в командировки на несколько дней. Я сказал ей, что ничего не нужно, и что я постирал свои вещи вчера. Но она сказала, что все равно проверит, и отправилась в мою комнату. На кухне я налил два стакана воды для себя и для подруги, и отправился обратно, когда услышал два пронзительных крика из моей комнаты. Я подбежал к двери и столкнулся с выбегающей из комнаты матерью, которая вытаращила глаза и ворчала, «Я больше никогда не войду в твою гребаную комнату». Я вхожу в комнату озадаченной и вижу свою подругу, завернутую в простыню на кровати. Ее одежда валялась на полу. Она сидела на краю кровати, совершенно голая, когда вошла моя мать. Ночь была испорчена, и мама больше никогда не входила в мою комнату. Я уверен, что она сожалеет о том, что была такой любопытной. Моему брату семь. Как-то раз он начал жаловаться, что комп нашей мамы, которым она разрешала ему пользоваться, начал тормозить. Из любопытства я проверил историю браузера, и не загрузил ли он случайно какой-нибудь вирус. В истории были множественные запросы «Майнкрафт порно». Да, хотел бы я, чтобы это была шутка. Я не родитель. Я недавно помогал своему двоюродному брату подросткового возраста решить одну проблему с его компьютером. Я знал, что его отец установил ему на компьютер родительский контроль, поэтому я решил порыскать немного по файлам на компе и в истории браузера, чтобы проверить, насколько эффективно работает система контроля. Оказалось, дети любят смотреть «Хентай» и «Футанари». Также он много гуглил «Сатанинскую Библию». Я ничего не сказал его отцу, просто по-быстрому решил проблему и свалил. Ни один из моих родителей не кажется любопытным, но у меня были некоторые интересные моменты. Например, в какой-то момент мой отец нашел в закладках браузера «Выучить арабский» и спросил меня, «Ты что, хочешь присоединиться к ИГИЛ?» Я просто очень люблю языки, что, по-видимому, моя семья находит действительно странным. Я учитель. В кабинке школьного туалета я нашел мобильный телефон без блокировки экрана. Я думал, что найду в контактах кого-то, с кем владелец говорил регулярно, мамы или кто-то еще, чтобы отправить им сообщение, типа «Нашел телефон вашего ребенка, забрать можно в администрации школы». Как только я нажал на кнопку включения, телефон открыл страницу результатов поиска изображений Google для запроса «Горячие транссексуалы». Я стер историю браузера и продолжил свой день, как ни в чем не бывало. Что ж, всякое бывает. В детстве у меня была куча странных проблем со сном, и одна из них – «Я веду беседы с людьми, пока нахожусь в глубоком сне». Я не помню этих разговоров. Моя мама узнала об этом, когда я была подростком, и приходила в мою комнату посреди ночи, пока я спала, и слушала, как я выбалтывала все секреты. Кто устраивал вечеринку, кто мне нравился, кто из моих друзей поступил плохо и так далее. Она никогда не наказывала меня, но давала советы, исходя из тех признаний, что слышала от меня ночью. Меня всегда поражало, как много она знает о моей жизни. Сейчас я взрослая, и когда я очень устала и крепко сплю, это иногда возвращается. И теперь я выбалтываю секреты своему мужу. Я только недавно обнаружила, что передала эту способность своему сыну. Часть меня испытывает искушение послушать секреты моего ребенка, но другая часть меня уважает его личное пространство. У меня обратная история. Однажды я нашел неприлично большой вибратор в комнате своей мамы, когда искал конфеты, которые она часто там прячет. О, и это был не дешевый экземпляр. Производитель потратил много времени, чтобы сделать его максимально натуральным. Хуже того, я подумал, что это фонарик. Вы можете себе представить мое удивление, когда у фонарика появились вены. Но, конечно, самая травмирующая часть была, когда я нажал кнопку, и вместо того, чтобы осветить ящик, он сильно завибрировал. Мне потребовалось полчаса, чтобы выяснить, как его отключить. В средних классах у меня была подруга Элли, которая жила неподалеку от школы. Я любил бывать у нее в гостях, но ей запрещалось приводить домой мальчиков, когда ее матери не было дома. Почему? Потому что однажды мама застала Элли, когда она делала минет какому-то парню в подвале их дома. Я бы никогда не узнал эту историю, если бы не ее мама. Однажды я был у нее в гостях, и когда ее мама должна была уйти по делам, она сказала, «Ну, я бы, конечно, могла оставить вас здесь от них, но, к сожалению, Элли буквально прососала эту возможность. Я никогда не видел, чтобы подросток так краснел». Не родительская история, но... Мой сводный брат, кусок дерьма, пытался следить за мной. Моя сестра намного старше, поэтому я иногда оставался с ними летом, когда был ребенком. Этот говнюк показал мне свой новый компьютер, а затем сказал, что я могу играть на нем сколько захочу, и просто оставил меня в покое на весь день, пока все были на работе. Мне было 12 лет, и у меня был свободный доступ в интернет. Он вернулся домой с извращенной ухмылкой на толстом лице. «А ты знаешь, что я могу посмотреть, на каких сайтах ты был сегодня?» «Ооо, я могу». Он сел за свой компьютер и открыл историю браузера с блеском в своих мертвых свинячьих глазах и посмотрел последние 12 часов активности. Он нашел всего два запроса. «Читать об аниморфах и звездном пути» и «Смотреть об аниморфах и звездном пути». Я был не так уж и глуп. Моя мама научила меня стирать мою собственную одежду, когда мне было 6 лет. Она просто ненавидела стирать. Помню, как в свой шестой день рождения я пытался отказаться от подарков в 100 долларов и сказал, что стирка моих вещей мамой для меня гораздо дороже. Она все равно не стала этого делать и оставила купюру в кармане моей куртки. Когда мне исполнилось 21, я привел домой девушку, чтобы познакомить ее с родителями и впервые занялся сексом да, я поздно расцвел в родительском подвале, как это делают многие молодые люди. Не желая, чтобы она нашла презерватив в мусорном ведре, я вытряхнул резинку и положил ее в карман. Затем я переоделся, чтобы не пахло сексом. Дальше вы уже, наверное, догадались. Через полтора часа я увидел, как мама собирает мою грязную одежду и выворачивает карманы. Она решила постирать мое белье первый раз за 15 лет. Конечно же, она нашла презерватив. С тех пор прошло уже 8 лет и это был первый и последний раз, когда она трогала мою грязную одежду. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...